Дорогистрилось 84 человека. Сегодня мы с вами здесь проводим учредительную московскую конференцию, учреждаем московскую организацию межрегионального объединения коммунистов. Станет, наверное, неизбежным размежевание Дюгановской команды. И совершенно в этой связи не исключено, что общественная организация, которую мы создаем сегодня, в дальнейшем может быть преобразована в политическую партию, конечно, коммунистическую. Самая важная цель – добиться того, чтобы трудящиеся сами отстаивали свои права. В чем смысл объединения коммунистов? Кто в конечном итоге такие коммунисты? Коммунисты – это наиболее радикальная, наиболее последовательная часть, условно говоря, рабочей партии. Рабочей партии не в смысле организации, а совокупности рабочих активистов в страну. Зачем это объединение? Прежде всего, для солидарных действий. Конечно, в конечном итоге для совершения революции, завоевания политической власти, ликвидации частной собственности и так далее, и так далее. Но в том числе и для осуществления солидарных действий в каждом отдельном акте классовой борьбы. Из-за чего произошел раскол Зюгановым? Порядочные люди отмежевались от системы, где царствует исключительно такой вот карьеризм, где люди вступают в партию, чтобы через какое-то время стать помощниками депутатов Госдумы, депутатами. Мы можем прийти к власти, мы можем завоевать власть для трудящихся, построить настоящую народовласть. У нас не клуб исторической реконструкции и не какой-то такой клуб по интересам, каких-то ветеранов, каких-нибудь органов и не клуб рыболов. Пока мы тут сидим и обсуждаем наши внутренние или почти внутренние проблемы, в это время в стране происходят какие-то процессы, события, ситуация меняется. И, кстати говоря, заметим, что до недавнего времени инициатива была далеко не у левых. Именно либеральная верхушка протеста фактически смогла его приватизировать. И, заметьте, левые, в общественном мнении, по крайней мере, не смогли радикально этого противостоять. Принципиальный вопрос стоит в том, чтобы мы должны для себя определить последовательность дальнейших действий самостоятельно, как самостоятельные, отдельные политические силы, без и отдельно от либерантов. Вот выступающие для меня все говорят, что такая партия – это организация, которая борется за власть. Нет, это организация, которая борется за власть той социальной базы, интересы которой она отстаивает. И когда мы будем говорить везде и всюду, мы хотим вернуть к власти рабочий класс, трудящихся, мы хотим вернуть им собственность, которую люди хоть гняли, вот тогда нас люди поймут и за нами пойдут. А когда мы будем говорить, что мы хотим как можно больше иметь депутатов в Государственной Думе, которые будут противостоять принятию антинародных законов, люди смотрят на нас и думают, а может быть ты жрать хочешь хорошо?